Приветствую вас, Наташа, подъедал ваш вопрос. Знаете, я подумал, что сперва надо немножко пошутить и сказать, что вы очень страшный человек. Вот с вами поработаешь и вы потом рассказываете о том, что вам специалист на личной консультации говорил, как он вас лечил, как он с вами работал. И, в общем-то, это, наверное, нормально, что клиент жалуется на работу специалиста, потому что она ему не понравилась, потому что он, специалист, видимо, не нашел подхода к клиенту или хотя бы не смог адаптировать свою позицию к нему. Вот. То есть я хочу сказать, что Наташа, шеф, я с вами работал тоже и тоже оказывал вам платную консультацию. Вот. И вы и про меня тоже напишите о нас в сообщениях такое вот, где будете анализировать то, что уже я сказал вам, и я буду, получается, отвечать вам на вопрос сам себе. Ну, это вот довольно-таки весело, конечно, получается. Хочется верить, что вы, прослушав мой ответ, как-то, знаете, придете к такому выводу, что вам самой нужно решать, можно верить специалисту какому-то или нет? Потому что, ну вот, правильно вам сказала коллега, да, моя, правильно она вам сказала, что обсуждать других специалистов, это, ну, как-то, знаете, не комельско, это неэтично. Вот. Значит, я вот начну, пожалуй, с этого. Далее. Психолог на платной консультации рассказал мне ужасную вещь, которая еще больше вогнала в депрессию. Так, ну, здесь, пожалуй, первое, что нужно отметить, это то, что вы диагностируете у себя, сами у себя, депрессию, что, в общем-то, является уже неправильным, потому что депрессия диагностируется врачом, психотерапевтом, и там при диагностировании назначается лечение соответствующее. Вот. То есть, здесь вы, надо сказать, ну, немножечко идете не в ту сторону. А если психолог сказал вам ужасную вещь, по вашему мнению, то почему вы ему не сказали об этом, что он вам сказал ужасную вещь? Что помешало? Что помешало сказать ему о том, что вот вас, когда драма стравмировали, чтобы он отменился и пошел. Вот. С другой стороны, как бы, подошел к этому вопросу. Мать-у. Далее. Он сказал. Тебе 30, а шанс найти кого-то хорошего уже почти нет. Кого найдешь, с тем удивись, зачем перебирать. Есть вещи неизбежные, с которыми остается только смириться. Если бы тебе было 25-27, было бы больше шансов зритель кого-нибудь. Ну. Понимаете, что я вам могу сказать? Это довольно жестко, конечно, да. И я могу сказать, что либо вы до психолога не донесли какую-то мысль свою, либо он отрефлексировал вас, как мазохист. То есть человек, который пинает себя постоянно и которого хочется пнуть еще сильнее. Вот вы себя зелеете, вы себя зелеете и хотите, чтобы вас позелили точно. Но психолог отрефлексировал вас так, что он захотел нам сделать еще больнее. Это соответствующее чувство, соответствующее вам чувство. И, скорее всего, связано это с тем, что вы действительно мазохист. То есть вам, может быть, нравится страдать. Вам нравится вот это состояние, когда вам плохо, дабы таким образом привлекать к себе внимание. Потому что вам его не хватает. Вам не хватает этого внимания. Вот может быть так. По крайней мере, с точки зрения психоанализа, с точки зрения психоаналитической теории, это вот единственное объяснение поведению специалистов. То есть он, специалист, возможно, неосознанно отрефлексировал вас так, как вы сами к себе относитесь. Отзеркалил вас. Может быть, специально. Чтобы вы увидели, как это. Чтобы вы увидели, как это когда вот когда к вам так относитесь. Потому что так вы относитесь к себе. И я рекомендую вам просто обдумать это. Если предположить, что психолог отзеркалил вас, то что получается? Улучшается, что вы сами вот так к себе относитесь. Это то, как вы к себе относитесь. тогда получается, что дело не в психологе, а в вас. Вам не нравится, как он себя с вами повел. Но если он повел себя с вами так, как вы в итоге ведете себя, то есть обесценивающие, то есть он вас обесценивает. Возникает вопрос. Он обесценивает вас, психолог. Потому что вы себя обесцениваете. А вопрос, почему вы себя обесцениваете. Далее. Я не вру. Могу с кремлево показать, что он так решал. Ну, здесь вы как-то детскую продюссицию занимаете, то есть как будто мы вам не верим сразу. Откуда вот такое сам сомнение в себе? Вот. То есть обесценивание обесценивание в себе раз. Неуверенность в себе два. Страх, что вам не поверят. Одна же не воспринимает вас всерьез. Три. И вот, как видите, это, скорее всего, именно то, что зеркалил на вас специалист. Еще много у нас вещей, которые просто меня вогнали в еще большую депрессию. Но об этом я сказал. Например, то, что нужно бросить спорт, горные лыжи и спортзал, и музыку. Профессия связана с этим, потому что мужчина будет любить, а значит ревновать и запретить все это посадить дома, что семейная жизнь это однообразие и быт, а не радость. Ну, это, знаете, как, это опять же, опять же, психолог, он, может быть, увидел, что для вас это единственный способ устраивать отношения. Психолог не подумал о том, что вам доступны другие, другие способы. Понимаете? С другой стороны, то, что вы пишете, вполне возможно вырвано из контекста. да, то опять же, как правильно сказали коллеги, что контекст, он может быть другой социализацией. И приходит к вам это, мог говорить с целью вас как-то разозлить, чтобы вы разозлились и начали что-то делать. Да, другое дело, что это, может быть, не получилось, но это уже детали. Далее, значит, так, я ему сказал, что мы тебе на танец хотя бы рыбалка, баня, мотоциклы, рыбалка, баня, мотоциклы. Интересно у вас, конечно, представление о том, что мужчинам нравится, а у женщины только дом, готовка, стирка и так далее. Он сказал, что да, это есть обычная бытовая жизнь, в которой нет места творчества. Ну, знаете, я не думаю, что, вот знаете, вам нужно верить специалисту, как вот вы задаете свой вопрос, стоит ли верить. верить вообще никому не надо, на самом деле. Вы обращаетесь к специалисту, да, вы читаете его профиль, профиль специалиста, вы как-то изучаете его перед тем, как начать с ним работу, и если вы видите, в каком стиле человек работает, да, если вы видите, в каком направлении человек работает, и вы соглашаетесь на это направление, то вряд ли можно ожидать от этого человека чего-то другого. Ну, например, если я психоаналитик, и вы обращаетесь ко мне, и вы хотите поговорить со мной о том, какие у вас проблемы, то скорее всего важные проблемы, я сведу к проблемам в детско-родительских отношениях. Почему? Потому что я психоаналитик, и я работаю именно в сети. А вы мне скажете, нет, я не хочу, не хочу обсуждать детско-родительские отношения, а я хочу говорить о себе только. И это тогда получается, что вам не совсем ко мне. Понимаете? То есть если вы выбираете психоаналитика, то вы выбираете определенное направление работы. То есть вы соглашаетесь на него. То есть это ваша ответственность. Если вы, например, не прочитали о том, в каком направлении работает специалист, какой у него подход, какой у него стиль работы, не прочитали отзывы о нем, вот как я понимаю, что речь идет о нашем сайте. О нашем сайте. Наш коллега это сказал. Вот. Если вы не прочитали информацию о нем, то это ваша ответственность. Если вы прочитали и согласились, тоже ваша ответственность. Понимаете? Специалист дает вам дочь, что он может. Специалист предоставляет вам точно у него есть. А вы соответственно соглашаетесь на это или нет. Именно для этого есть профили. Для этого можно посмотреть как люди работают. Ответы на вопрос, например. Для этого есть отзывы. Понимаете? Вот. Если вам не понравилась консультация, то если вы чувствуете, что она вам не нравится, что вы чувствуете, что специалист не вас, ну, в таком случае вы просто заканчиваете беседу и все. Зачем спорить тогда с ним? Для чего, если вы чувствуете, что вам от него плохо? И если вы чувствуете, что это не ваше направление, то есть психолог использует методы, которые вам не подходят? Зачем дальше-то идти? Вот. Далее, значит, так, тут я работаю в сфере музыки и пою на сцене и мешает мне выйти замуж. Он сказал, уже давно пора это прекратить. Ну, здесь, опять же, без комментариев, я не знаю, на что опирается этот человек, могу сказать только то, что ну, а как насчет тех творческих людей, у которых есть пар? Вот, если следует такой поведение, то ни у кого из музыкантов, пиццов и так далее вообще своей личной жизни быть не должно получать, да? Далее, я его спросил, чем тогда можно заняться, какой хобби найти, который можно не допретить? Он ответил, чем все замужние занимаются, уборка, быт, воспитание детей. Ну, опять же, опять же, это его мнение, знаете, это его мнение, это его мнение. А, вы знаете, как бы, мнение специалиста, мнение, да? Оно всегда бывает двух видов. Первый это мнение чисто человеческое, да, то есть, например, вот моя версия, допустим, что мужчины и женщины равны между собой. А есть версия, что мужчины и женщины не равны между собой. и это первый вид мнения. А сказавое мнение, это научно, то есть, обоснованная наука, вытекающая из теоретических трудов, из исследований, понимаете? и я думаю, что в этом контексте специалист просто руководствовался не научными исследованиями, а своим собственным мнением. А вот почему он выбрал именно свое собственное мнение для поддержки вас, это уже большой вопрос. Здесь я полагаю, что вы можете спросить только его об этом. Это он так открывает глаза на реальность, чтобы я перестал заблочитаться, или это признак не специалиста? Ну, я думаю, что это попытка обратить ваше внимание на другой полюс. Это называется прием гипербола. Когда человек говорит, что вам нужно забросить, чтобы как-то получить те результаты, которые вам иные, которых вы хотите. Вот. ага, но вы-то сами понимаете, понимаете, что полностью свою жизнь менять вы не будете. Именно полностью свою жизнь менять вы не станете. Да, чему-то прикручиваетесь, да, что-то сделаете, да, безусловно, но полностью меня творить не будете. Выделяло такое впечатление, что хотите просто взять то, что вам сказал специалист, да, что вы хотите взять то, что вам сказал специалист и полностью применить это к своей жизни. Это неправильно. Так это не работает, не работает. Вам нужно выявить это верно истины, это верно истины в том, что сказал специалист и интегрировать это верно истины в свою картину мира и подкорректировать немного свое поведение, но для этого необходимо использовать, опять же, прием гиперболы, который и имеет место быть у вашего диалога с этим психологом. Далее, стоит ли дальше продолжать работу с ним или нет. но только если вы дадите ему понять, что вам не нравится как он себя ведет и попросите его иметь подходит к вам в самом сопротивном случае, это действительно будет вызывать у вас негатив и будет вред. Может это просто мне его слова показались ужасными, потому что он прав. Здесь вы опять бровоцируете нас на оценочные суждения, я делать этого не буду. Вам необходимо опираться на свои собственные переживания. если вам показались эти слова ужасными, значит об этом нужно сказать специалисту. Я могу сказать так, что его картина мира, его личная картина мира, потому что это его личное мнение, не научное, не теоретическое, оно не состыковывается с вашим. И это нормально. Либо специалист переходит на теоретические основы работы с вами, либо вы выбираете другого специалиста. Но он так и не сказал, как быть болезненно бросить любимое дело и стать обычной женой. Вы не задумывались о том, почему он сказал. Как я поняла, не совместить одно с другим. Тут ошибка. Вы поняли, неправильно, неправильно. И музыку брать от них хочется, и спор тоже, и на речку летом сходить хочется, ну и замуж тоже хочется. Вот все кроме замужества, правильно, а замуж зачем? Зачем вам замуж? Если у вас все хорошо, зачем вам мужчина, если вы если вы делаете сотенную мужчину, зачем? Замуж это значит за мужчину. да? То есть вы выходите за мужчину, вы выходите замуж. Если вы выходите за мужчину, то вы отдаете часть своей свободы, конечно, ради брака. и всех в том, какую часть свободы, вы потрясете? Скорее всего, все это придет. Как придет часть свободы и Потому что, ну, союз, союз двух людей, это всегда уменьшение свободы одного человека. Союз невозможен, если свободы остаются такими-то. Но нужно отдавать то, что вам не вредит. Нужно отдавать то, что не является прямо вашим. И вообще нужно понимать, а зачем мне замуж? Вот. Если просто это свой человек, спутник жизни, так это друг может быть, любовник может быть. Именно мучка вам зачем? Устала быть одна. А одна в каком смысле? Одна в каком смысле? Вы можете не быть одна. Если будете принимать ухажеров, если будете активно общаться с мужчинами, если у вас будет активное взаимодействие с ними и так далее. Одиночество – это одно, замужиство – это другое. Между ними большой путь и большая разница. Первый парень никуда не пускал, запрещал из дома выходить. Почему никуда не пускал? Почему запрещал выходить дальше огорода? Заставил бросить музыку. Почему? Почему вы это позволили? На речку тоже не разрешал летом. Ну, вы понимаете, это реомерский, это проявление садизма. На шею купальник мой выкинул, а сам с другом ходил. Я сказал об этом психологу, я говорю, что в порядке делал все правильно, ведь он любил и, соответственно, ревновал. Ну, вы знаете, Наташа, я вам честно скажу, что я вам об этом говорил. Я вам об этом говорил, и я объяснял вам, как это все работает. Именно про ревность, про любовь и про запрет. Я сейчас не говорю про психолога и так далее. Хочу сказать, что вам, если вы решите продолжить работу с этим специалистом, то вам нужно, чтобы он перешел от своего личного мнения и личного видения мира на научное. Вот, попросите его об этом. И если он этого не сделает, значит, это не ваш специалист. И все. Вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok